добрый день дорогие друзья и сегодня мы продолжаем наш разговор о системах двух линейных уравнений с двумя переменными я уверена что вы помните как выглядит системы линейных уравнений что означает запись этих систем что является решением как найти решение графическим способом и сколько таких решений может быть вспомнили конечно система двух линейных уравнений это два уравнения записаны одно под другим и объединенной фигурной скобкой именно фигурной потому что она обозначает отношения этих уравнений друг другу то есть что выполняется два условия одновременно и решением этих уравнений является пара чисел x и y таких которые превращает наше уравнение верное числовое равенство графический способ подсказывает нам что если прямые параллельны которые являются графиками этих уравнений то решений нет у системы если же они совпадают то решение бесконечно много но если пересекаются тогда решение единственное рассмотрев графический способ решения систем мы убедились что он не всегда является удобным из-за чего из-за своей малой точности а иногда и вовсе недоступности вспомните предыдущие наше занятие и последний пример в котором мы точку то пересечения нашли но координаты определить однозначно не смогли то есть решение было не найден но все таки его нужно найти давайте обратимся к аналитическому методу и посмотрим на нашу систему повнимательнее выразим переменную y через x из каждого уравнения системы вот что у нас получается у равен 3x минус 2 первое уравнение а второе у равен минус 3x плюс 3 заметим что левые части этих уравнений равны значит должны быть равны и правые получим уравнение с одним неизвестным которое мы прекрасно умеем решать с вами решим его перенесем неизвестные члены уравнения в левую часть а известные в правую и приведем подобные вот что у нас получится найдем x разделим на коэффициент 6 x равен 5 6 вот теперь найденное значение x подставим в любое из уравнений системы например в первое и вычислим значение y нашли и y равен 1 2 и так мы определили значение x и y нашей системы то есть система решена в ответ теперь можно записать данные числа конечно мы не могли предположить это это решение графически обратимся теперь и посмотрим проанализируем нашу проделанную работу и так в начале мы выразили y через x затем подставили найденное значение затем приравняли правые части уравнений получили уравнение с одним неизвестным решили это уравнение нашли неизвестный x затем подставили найденное значение уравнение в первое уравнение системы и нашли значение y все система решена вот здесь вы спросите а обязательно ли было нужно выражать y в обоих уравнениях сразу вовсе нет можно было выразить неизвестное причем любое неизвестное из любого уравнения одно и подставить в другое уравнение вместо него уже вы полученное выражение и затем найти решение вот полученный порядок действий называется алгоритмом решения систем двух линейных уравнений с двумя переменными методом подстановки и вот какой он алгоритм значит смотрите прежде всего нужно выразить одну переменную через другую из любого уравнение системы затем подставить в другое уравнение системы вместо этой переменной полученное выражение на первом шаге после этого найти значение переменной решив полученное уравнение с одним неизвестным и следом подставить найденное значение переменной выражение полученное на первом шаге Затем найти значение другой переменной и записать ответ в виде пары чисел x, y. Вот такой алгоритм. Попробуем решить следующую систему, используя наш алгоритм. Внимательно посмотрите на уравнение системы и подумайте, из какого уравнения и какую переменную нам здесь удобно выразить. Правильно. Выразим переменную y из первого уравнения системы. Вот что у нас получится. y равен минус 3x плюс 2. Затем подставим это значение переменной во второе уравнение вместо y. Вот что у нас получилось. Посмотрите, одинаковое значение. И теперь мы видим, что второе уравнение превратилось в уравнение с одной неизвестной x. Выпишем его отдельно и решим. Раскроем скобки вначале. Перед скобками стоит минус. Значит, знаки всех слагаемых нужно поменять на противоположные. Упростим это выражение. Приведем подобные. И получим 5x равно минус 3. А значит, x равен, чтобы найти его, нужно разделить на коэффициент при x на 5. Получим x равен минус 0,6. Вот значение одной переменной уже найдено. И теперь мы это число минус 0,6 подставим в первое уравнение системы выражение для y для нахождения значения y. Вместо x подставляем минус 0,6. Получаем y равен 3,8. Итак, мы нашли значения x и y минус 0,6 и 3,8. Записываем ответ. Обратите внимание, необходимо сначала написать значение x на первом месте, а потом значение y. Рассмотрим еще одну систему. Подумайте, а какую переменную мы будем выражать вот в этой системе и из какого уравнения? Увидели хорошо? Да, это переменная x из второго уравнения. Выразим эту переменную. Мы получим x равен 11 минус 12y. Теперь нам нужно подставить значение выражения 11 минус 12y в первое уравнение системы вместо x. Подставляем его. И теперь у нас первое уравнение системы превратилось в уравнение с одной переменной. Выпишем его и решим. Значит, здесь нам тоже нужно раскрыть скобки, привести подобные. Умножаем на число 5 каждое слагаемое, стоящее в скобках, приводим подобные. 63 минус 63y равно 0. Перенесем неизвестный в одну часть, известный в другую часть и вычислим значение y. y у нас получился равен 1. Теперь значение единицы. Единица подставим. Куда же мы подставим? А вот выражение для x. И вычислим значение переменной x. x равен 11 минус 12 умноженное на единицу. Это будет минус 1. Итак, мы нашли значения x и y и записываем после этого ответ в виде пары значений. Минус 1, 1. Итак, мы решили вторую систему. Ну, посмотрите. В первой системе мы выразили y из первого уравнения, во второй x из второго уравнения. Решение получилось одинаковое и в первом, и в втором случае. Ну, вот если мы посмотрим на следующую систему. она отличается от первых двух, ребят. И кому-то может, кто-то может растеряться и подумать, а как же здесь выразить переменную и из какого уравнения? Вот не получится же, да? Давайте внимательно присмотримся к этим уравнениям. И мы увидим, разве мы никогда не встречались с ними? Конечно, встречались. Что же вы можете предложить вот в этом случае? Ах, да, правильно. Ведь можно упростить каждое выражение, стоящее вот в разных строчках системы. И упростив его, мы приведем к виду ax плюс by равно c к линейному уравнению. А как мы упростим? Раскроем скобки и приведем подобное. Совершенно верно. Итак, первое уравнение. Раскрываем скобки, умножаем на минус 4, каждая слагаемая в скобках. И то же самое проделываем со вторым уравнением. Вот у нас получилась какая новая система. Теперь перенесем, соберем все неизвестные в левой части, а известные слагаемые в правой части уравнения. И увидим, что в первом уравнении есть подобные слагаемые 6x и минус 5x, а во втором уравнении 6x и минус 6x, которые взаимно уничтожатся. И минус 9y плюс y получится у нас минус 8y. И вот мы получили такую путем преобразований вот такую уже более простую систему уравнений. По алгоритму мы должны выразить одно неизвестное через другое. Но посмотрите на второе уравнение. Второе уравнение мы легко можем решить, не прибегая к первому шагу алгоритма. Мы найдем y, разделив 8 на минус 8, коэффициент при y. И мы нашли уже y, равный минус 1. Подставляем минус 1 в первое уравнение вместо y и найдем его значение x. x минус 20 равно минус 19. Значит, x равен минус 19 плюс 20. И значение x найдено, x равен единице, а y минус единице. Таким образом, система наша решена. Ответ 1 и минус 1. Может случиться так, что коэффициенты при неизвестных будут являться дробными числами. В этом случае нужно от дробности освободиться. А как это сделать? Помните? Конечно. Нужно найти наименьшее общее кратное знаменателей и умножить обе части уравнения на это число. Тогда дробные коэффициенты пропадут и останутся только целые. И система будет напоминать вот эту, которую сейчас мы решили только что с вами. «Если вы хотите научиться плавать, то смело входите в воду. А если хотите научиться решать задачи, то решайте их», сказал известный математик Диорд Поя. И я вам, ребята, советую, чтобы вы открыли сейчас учебник, взяли ручку, тетрадь, внимательно посмотрели, выбрали несколько систем и прорешали их самостоятельно. Если у вас возникнут вопросы, то вы можете обратиться к учебнику и еще раз посмотреть на примеры решения задач. А сейчас я вам хочу сказать, что существует еще метод решения систем, о котором мы будем говорить с вами на следующем занятии. А сегодняшний урок подходит к концу. Я вам желаю всего доброго и хорошего здоровья. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин